Всем привет, это Валя и сегодня в обзоре гирилаки JD Coco, заказанные в одном из китайских интернет-магазинов на сайте Алиэкспресс. Часть лаков были заказаны не для меня, но начитавшись много положительных отзывов, я решила рискнуть и некоторыми из них пополнила свою коллекцию. Сразу, на что я обратила внимание, получив их, так это на очень качественную упаковку. Лаки-продавец положил специальную плотную коробку, саму коробку пупырчатую пленку. И так начну, пожалуй, с топов. Они в двух вариантах. Топ без липкого слоя и матовый топ. Матовый топ имеет густую консистенцию. В Китае я уже раньше заказывала подобный топ только от Saviland. И сейчас мне захотелось сравнить их на типсе. Слева я наношу топ JD Coco, теперь справа от Saviland. Просушив в лампе, видно, что последний заметно проигрывает в своем бархатно-матовом эффекте. Между ними даже граница стыка видна. Ну и как показало время, эффект обоих длится не так уж и долго. Теперь топ без липкого слоя. Он имеет более жидкую консистенцию, но все же при нанесении на ноготь нещедрым слоем растекаться не будет. А теперь проведу небольшой эксперимент. На типс слева я наношу топ JD Coco, справа такой же, только в моем случае от Camilfo. Просушив в лампе, можно было бы уже на этом этапе полюбоваться прекрасным глянцем. Но я попробую теперь использовать голографическую втирку. В данном случае у меня от Born Pretty. Ссылку на надежного продавца смотрите в описании под видео. Спонжик легко скользит по поверхности типса. Эффект уже виден сразу, он безумно сверкает разными переливами. И даже не видно никаких переходов, проплешин или комков. Так что лично мне топ понравился. Глянец у этого топа просто замечательный. И он не теряет своего блеска даже спустя длительного времени носки. Теперь цветные гели. Номер 801. Цвет ярко-красный. Я бы сказала цвет калиновый. Ложится ровно, с эффектом самовыравнивания. Он мне просто ну очень понравился. Номер 811. Свежий лососевый цвет. На сайте у продавца он имеет более нежный оттенок. Но для лета очень даже красивый. Номер 812. Один из оттенков розового. В один тонкий слой этот цвет красиво нанести не получится. А вот в два – да. Следующий номер 813. Я бы этот цвет отнесла к оттенку светло-терракотового. Так он выглядит в один слой. И уже очень даже ничего. Номер 822. Похож на голубой. Но он и не голубой, а я бы даже больше сказала цвет голубой бирюзы. Свежий и ясный, как небо. Следующий номер 823. В этом цвете как будто объединены мятный цвет и цвет морской волны. Ну вот. Только сказала и сразу же навеяло воспоминания о лете и теплом море. И последний цвет номер 825. Глубоко-темно-лиловый или виноградный. Этот цвет мне также очень понравился. Так все лаки выглядят в один слой, а так в два. Подводя итог, хочется выделить плюсы и минусов гелия GD Coco. Из плюсов. Все гель-лаки не имеют резкого химического запаха, что вполне оправдывает свое цена-качество. Глянец в топе без липкого слоя красивый и не скалывается. Минусы выделю, пожалуй, только в матовом топе. Эффект матовый, но как по мне, спустя время, все же уже не такой бархатный и становится больше похож на топ с глянцев. Цветные гели. Бутылочки полные, все цвета красивые, некоторые при нанесении самовыравниваются, что, конечно же, не может не порадовать. И так как лаки GD Coco плотные, все же стоит наносить их не обильным, не толстым слоем и сушить в лампе с большей мощностью во избежание скукоживания. Из минусов, некоторые цвета наносятся не идеально, приходится приноровиться, чтобы выровнять цвет. Несмотря на наличие понятного русского языка, на бутылочках, к сожалению, нет указанного срока годности. Но вот, пожалуй, и все. В целом, впечатления остались хорошие. Как долго продлиться, ну, тут уже время покажет. Рада была поделиться с вами своими новинками. Да, кстати, недавно я получила ножницы, заказанные также в Китае. И на них скоро будет обзор. Так что ждите, скоро выйдет новое видео. А кому это видео понравилось и было полезным, не забудьте, пожалуйста, оценить лайком. Подписывайтесь на наш семейный канал Сергея и Валя Грачевы. И вам большое спасибо. Всем пока и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!